Всем привет, с вами как всегда я, Виталий Винозавр, и сегодня у нас ППшки. Я заметил, что последний видос, который я выпускал про ШВ-ганы на дальней и средней дистанции, вам зашел. Поэтому я решил также протестировать и ППшки. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Приятного просмотра. Первое, что я тестировал в первый день, это Томмиган. Томмиган, кстати, был моим любимым ганом в Вангварде, одним из любимых. Просто нереальные зажимы с него были с прицел и коллиматор. Но на этой сборке я поставил большой открытый прицел. Это мушка. Можете попробовать другую поставить, но я играл именно с этой. И знаете, в чем прикол? То, что у мушек на ППшках нет визуальной отдачи. Это позволяет более точно вести выстрелы. В принципе, все по дефолту. Я старался собирать их на скорострельность, с дульным ускорителем, с магазином также на скорострельность и с патронами зажигательными, что позволяло мне убивать типов максимально быстро. Вот так вот выглядит Томмиган, можете попробовать его сами. Если вам понравится, пишите, конечно же, в комментариях. Дальше мы переходим к стену. Казалось бы, Ганн, который похож на консервную банку, да? Но он очень хорошо убивает. Единственная загвоздка была у меня в патронах. Я до сих пор не могу определиться, какие лучше использовать. Либо на 32, либо на 50. Мне показалось, что 32 патрона маловато для двоек, троек, четверок. Для двоек еще нормально, вот троек, четверок уже маловато. И поэтому я себе поставил магазин от 50 патронов. В принципе, я какой-то ощутимой разницы не заметил. То есть он так же быстро убивал. Остальное все у меня по дефолту. То есть я так же поставил мушку себе. Обязательно можете попробовать. Это самая такая, знаете, приятная, наверное, мушка, которая мне больше всего понравилась. А дальше все так же. Скорострельный ствол, дульный ускоритель, зажигательные патроны и так далее. То есть так же, как и у Айрок, сборки примерно у всех ППшек будут одинаковые. Стэн мне понравился, но не совсем. То есть я бы его не выделил самой лучшей ППшкой, но он так же может убивать. Можете попробовать, если вам понравится, дайте мне знать, конечно же. А мы идем дальше. Так, вот он и Купер. Да, это не ППшка. Этот ган нужно нерфить. Как бы вы его не собирали на скорострельность, он не будет иметь серьезную отдачу, которая будет вам мешать при стрельбе. Поэтому она у меня больше собрана на мобильность. Тут, кстати, можно будет еще ручку поменять, чтобы АДС был получше, потому что в такой сборке он неприятен. Но опять же, к чему я его добавил в ППшке? Потому что очень жестко сбривает и при этом еще не имеет отдачи. То есть это та пушка, которую нужно обязательно занерфить. Да, я могу его поставить сейчас на первое место, но опять же, это не ППшка и скорее всего его занерфит. Но вы можете попробовать его в такой сборке. Отличный саппорт для пулемета или для снайперки. Можно еще поставить, попробовать глушитель MX, который дает точность. На контроле ему не надо и в принципе вот такая вот сборочка. Можете попробовать. Отличный саппорт, еще раз повторюсь, для снайперки. Почему не рассматриваю пулеметы? Может быть можно поиграть с Брэном. Я сегодня, кстати, играл. Брэн плюс Купер. Но патронов может не хватать, потому что у него очень высокая скорострельность. И если у вас затяжной файт будет вблизи, то у вас на Брэн просто не останется патронов. Так, ну что, друзья, мы подошли к МП-40. Урон, скорострельность, мобильность. Отличная мушка, контроль стрельбы. Эту ПП-шку можно назвать реально идеально сбалансированной. И ее даже не нужно нерфить. Даже сейчас, как вы могли заметить, многие с ней играют. Это отличный саппорт ган для какого-то пулемета, например Брэна. Да, я поставил дульный ускоритель. Мне как бы не важно, видят меня на карте или нет. Но вы можете поставить вместо дульного ускорителя глушитель. М1929, чтобы у него была точность. В принципе, вот такая сборка получилась. Мне нравится то, что у МП-40 есть магазин на 45 патронов, который дает контроль от дачи, точность, темп стрельбы, скорость прицеливания и скорость перемещения. То есть это крутые патроны, которые жестко бустят эту ПП-шку. Также установил зажигательные патроны. В принципе, как и на все ПП-шки для ближнего боя. Вот такая вот сборочка получилась. Здесь, кстати, мушка, 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 мушка. Обязательно попробуйте предпоследнюю мушку. Она довольно комфортная и тоненькая и приятная. А мы переходим дальше. О май гад, я добрался практически до своего любимого гана. Это ПП-ша. ПП-ша очень хорош. Я его собрал также на мушке, но сделал его также скорострельным. ПП-ша можно также собрать и от бедра. Что вам нужно сделать, это просто поставить ручку карвер, другую рукоять и без приклада. У вас получится ПП-ша, который идеально просто стреляет от бедра. Вот прям вот идеально. У него точность просто невероятная. То есть, если сравнивать с какими-то МВ-ганами той же МП-5, допустим, ПП-ша от бедра действительно сборевает. Но за счет его скорострельности он также и удобен на мушке. Одна из моих любимых ПП-шек. И позже мы, конечно же, соберем какой-то топ этих ПП-шек. И вы увидите, что мне больше всего понравилось. Оу-ан. Неоднозначная ПП-шка. Потратил на нее много времени, чтобы собрать наконец-то хоть какую-то сборку, Которая будет действительно убивать. Пробовал ее собирать на скорострельность. Но отдача у Оу-ана, конечно, такая себе, если его собирать на скорострельность. Но у него есть хороший урон. То есть, ему нужна какая-то точность. Поэтому я поставил оглушитель сюда. Играл долгое время с другим стволом, который добавляет точности. В итоге потом поменял ствол, который имеет хорошую скорострельность. Но из-за этого также упала немножечко точность и контроль отдачи. Вблизи он показывает действительно хорошие результаты своего урона. Остановился я примерно вот на такой сборке. Можете попробовать. Оу-ан хорош, но недостаточно стабилен на более средней дистанции. То есть, вблизи он прям сбривает. А вот уже больше 15-20 метров проблематично его контролить. Такая вот сборочка получилась. Не совсем он мне понравился. Какой-то странный ган. И плюс у него еще есть магазин, который просто висит на полэкрана. И ты просто не видишь людей. Да, может быть ты их увидишь, но он мешает и отвлекает. То есть, это не та ППшка, которая мне прям зашла-зашла. О, у нас тут тип 100, кстати. Долго я сидел и думал, как его собрать. Но никак не мог прийти к какому-то заключительному мнению. Я его просто пробовал собирать на скорострельность. И у него отвратительная отдача. Его прицел просто уводит вправо и аж лампа улетает. Забейте. Но в итоге я пришел к выводу, что если собирать тип 100, то нужно ставить какой-то ствол на точность и контроль отдачи. Тут есть два таких ствола. Это 374 миллиметра и предпоследний. Предпоследний. У него есть особенность, что урон в голову заметно выше, чем урон в торс. Но при этом в торс у него урон довольно сильно падает. Поэтому я бы рассмотрел третий ствол. Довольно сбалансированный для этой ппшки, так сказать. Он имеет контроль, точность. Не так сильно теряет мобильность. Можете попробовать. Можете попробовать. Тип 100 я бы не отнес, наверное, к самым имбалансным ппшкам в данный момент. Потому что есть заменители, которые показывают себя намного лучше. Но в принципе, в такой примерно сборке его можно использовать как саппорт ган для снайперки. Потому что если его собирать на точность, он будет иметь довольно приятную отдачу. Подошел видос к концу. Как и обещал, хочу выделить для себя три лучших гана на ближний бой. И на первое место у нас, наверное, выйдет Купер. Да, это не ппшка, но опять же. Давайте подождем, его могут занерфить. Второй ган, который мне максимально круто понравился, это ппш. Ппш хорош. Ппш можно собрать от бедра. Ппш можно собрать так, чтобы ты стрелял с мушки. Третий ган это мп40, которая имеет отличную мушку, хороший контроль отдачи и в целом неплохой урон. Если мы рассмотрим такой вариант, что Купер нас понерфит, то в принципе можно еще сделать четвертую ппшку, которая мне также нравится. Я думаю, это томмиган. Ну в принципе, как было и в вангварде. То есть это те ганы, которые мне максимально там нравились. Сейчас они в варзонке просто отлично играются. Можете попробовать эти сборки. Спасибо, что посмотрели. Оставляйте свои комментарии, залетайте на мои стримы, а также в мой дискорд, где я постоянно обновляю, выставляю сборки, ладауты и так далее. Всем удачи, всем пока.